Всем привет! Я тренер факультета женской стрижки в школе Диметриус, Маша Стригун. Сегодня в этом видео я вам покажу стрижку Volume Top на короткую длину. Volume Top это текстурная форма детища Дмитрия Вашешникова, где он собрал несочетаемые вещи между собой. Романтизм юной девушки, бунтарство рок-н-ролльщиков и деловой стиль взрослой состоявшейся женщины. Стрижка Transformer Volume Top подойдет абсолютно всем. Как вы поняли, эту стрижку можно носить в разных вариациях, просто изменяя укладку. Сегодня моя модель Ольга. Окрашивание Оли выполнил колорист школы Диметриус Коля Костин. Оля достаточно харизматичная девушка с яркой внешностью, с очень ярким окрашиванием. Поэтому, я думаю, ей подойдет достаточно бунтарский рок-н-ролльный образ Volume Top. Я сразу разделила все волосы на блоки. В этой стрижке получается 4 блока. Первый – нижнезатылочная зона, далее зона с треугольниками, это среднезатылочная, зона челки, также выделена тремя треугольниками, и теменная зона в виде звезды. Начинаю с треща с нижнезатылочного блока. Первым действием мне нужно определить длину. Выбрав длину, убираю краевую линию, плоскость. Мне нужно создать линию. Далее – градуировка. Градуировка стрижется с оттяжкой параллельно полу. Угол среза от 90 до 145. Зависит от того, какой эффект и какую текстуру вы хотите получить. Каждая секция простригается на своем месте. Выпуская краевую линию, убираю угол. Убираю вихры в мокром виде. На мокрые волосы наношу термозащиту и приступаю к укладке. Визуально оцениваю градуировку и длину в сухом виде. Если необходимо, можно длину сделать в сухом виде немного короче. Далее приступаю к следующему блоку. Выделяя треугольники, я ориентировалась на точку перпендикуляра. Теменная плоскость, затылочная плоскость. Перпендикуляр – это пересечение двух плоскостей. Спускаюсь примерно на сантиметр-два ниже. И вершины треугольников на затылке будут примерно на одной линии. Треугольник в височной зоне. Вершина треугольника выделяется над ухом. Нижняя часть треугольника, пробор треугольника начинается от подвисочного выступа. Сейчас мне необходимо задать краевую линию, ориентируясь на первый простриженный блок. Длина второго будет на один сантиметр длиннее краевой линии первого блока. Простригаю сначала затылочную зону. Далее перемещаюсь в височную плоскость и простригаю краевую линию на висках. Без удлинения, просто ровной линией. Оттяжка нулевая. Контрольная прядь – это мокрая прядь с затылочной зоны. С другой стороны точно так же. Ориентируюсь на контрольную прядь с затылочной простриженной зоны. Простригаю ровную линию. И приступаю к градуировке. Градуировка выполняется в четыре захвата. Мне необходимо вычесать треугольник с оттяжкой 90 градусов к голове. Выпустить точку А – это длина, краевая линия. И простричь градуировку так же, как и в первом случае, либо 90, либо 145 градусов. Чем больше угол, тем больше текстуры. Приступаю к следующему. Выпустив точку А, прострягаю градуировку. Короткая прядь в градуировке примерно середина длины секции. Далее градуировку выполняю на висках. Точно так же вычесываю весь треугольник с оттяжкой 90 градусов к голове. Пальцы мои смотрят на вершину треугольника. Выпускаю точку А – это длина. И стригу градуировку. Точку А выпустила. Убираю угол. Приступаю к укладке. Высушив волосы примерно 90%, я могу слегка помочь себе брашингом. Но это не обязательно. С помощью техники Диметриус, даже если вы прикладываете минимум усилий в укладке, ваши волосы все равно будут лежать вовнутрь. Доработка в этом блоке может выполняться как пойтингом, так и бритвой в мокром виде. Разворачиваю секции на лицо. Это очень важно, потому что куда мы направили волосы, туда они и будут лежать. С другой стороны точно так же я разворачиваю прядь на лицо и дорабатываю с оттяжкой и разворотом на лицо. При доработке я стараюсь не затрагивать краевую линию, а работать только с градуировкой. В сухом виде проверяю краевую линию с оттяжкой нулевой. Следующий блок это зона челки. Если в вашей стрижке запланирована челка, значит ее можно простричь, отталкиваясь от длины, которую вы выбрали. Если челки не будет, значит мы сравниваем длину с височными зонами и вторым блоком. Моя модель хочет челку в виде шторки. Мне нужно определиться с длиной. Но обычно шторка стрижется либо по кончик носа, либо чуть ниже. Я сначала задам длину в нулевой оттяжке в виде арки. Далее мне необходимо выполнить градуировку. Градуировку я буду выполнять в трех точках. Оттяжка будет 90 градусов в голове на вершину каждого треугольника. Начинаю с центра. Выделяю секцию. Вычесываю эту секцию 90 градусов в голове. Выпустив точку А, это длина, убираю угол. Каждая секция на своем месте. Также всю форму можно простричь бритвой. Но об этом я расскажу когда-нибудь в другой раз. Либо приезжай на обучение. Приступаю к укладке. Доработка зоны челки. Так как мы с вами уже разговаривали, что волосы нужно направлять туда, куда вы хотите, чтобы они лежали. Поэтому шторка лежит от лица. И я направляю все пряди от лица. И прорабатываю пойтингом, дополнительно задавая лежание от лица в зоне челки. Ну и остался последний блок. Это теменная зона. Здесь несколько вариантов, как можно простричь теменную зону. Очень важно размачивать волосы перед стрижкой, чтобы блок был мокрый. Первый вариант. С достаточно короткой текстурной макушкой я могу весь блок вычесать на наивысшую точку. Взять контрольную прядь из второго блока и простричь на 2 см длиннее. Если текстурная и короткая макушка не нужна, значит оттяжка может быть в точку перпендикуляра. Вычесав весь блок в точку перпендикуляра, также взяв контрольную прядь с градуировки второго блока, прибавив 2 см, я убираю длину одним срезом. Контроль. Прибавляю 2 см и убираю длину одним срезом. В плоскость. Стригу до второй фаланги пальца. Нужно перехватиться. Вставляю расческу крупными зубьями под пальцы и перехватываю. Ничего не перечесываю. Это очень важно. Касается всех форм Диметриус. Поставила расческу, нужно перехватиться. Перехватилась, дострига. Далее распределяю все волосы по естественному росту. Если вдруг в краевой линии образовались излишки, излишки я убираю в мокром виде на 1 см длиннее краевой линии сухих простриженных блоков. Также можно доработать теменную зону бритвой. Отличие стрижки бритвой – это больше текстуры. Это немного другое лежание волос, потому что волосы прострижены не классическим способом, а с помощью бритвы. Ну, в принципе, выполнить эту стрижку можно как ножницами, так и бритвой. Поэтому экспериментируйте, пробуйте, радуйте своих клиентов новыми крутыми формами от Диметриус. Теменную зону простригла, теперь приступаю к укладке. Выполняю доработку теменной зоны с помощью пойтинга. Визуальный контроль. Всегда отталкиваемся от того, что мы видим в зеркале, где хочется добавить текстуры, где хочется сделать что-то помягче. Все зависит от того, кто сидит у вас в кресле. Поэтому каких-то правил особых нет. Всегда визуальный контроль. Также в сухом виде я проверяю краевую линию. Если необходимо убрать длину, скорректировать, то это можно сделать и в сухом виде. Я закончила стрижку. У нас много противоречий по поводу укладки в салоне. Поэтому сегодня мы будем экспериментировать. И Оля будет укладывать себя самостоятельно. Как делает это в домашних условиях. Потому что возникает много вопросов и у клиентов, и у моделей. Как это уложить в домашних условиях, чтобы это смотрелось. Поэтому сегодня мы будем экспериментировать. И Оля сейчас, я ей помою голову, будет укладку выполнять себе самостоятельно. Стрижку я завершила. Форма достаточно текстурная. Даже просто при сушке феном все лежит объемно, красиво. Челка, шторка. Все от лица. Особо я не выполняла никаких манипуляций с укладкой. Вы видели, каждый блок я просто просушивала практически без брашинга. Просто направляя волосы в нужное направление. Все, я решу вам. Нет, это без звука. Просто не обращайся на война. Субтитры сделал DimaTorzok Ну что, стрижка готова. Оля уложила волосы самостоятельно. Я немного зафиксировала ее укладку лаком. Собственно, на этом мое участие в укладке закончилось. Посмотрите, насколько много текстуры. И пишите в комментариях, на какую форму это еще похоже. На боб? Я знаю, тебе понравилось это видео. Так что ставьте лайки, пишите комментарии. Подписывайтесь на наш канал. Ну и ждите следующих роликов. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok